МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Прошел общегородской субботник. С начала месяца в уборке города приняли участие более 270 тысяч жителей. Готовятся к сбросу воды на АГЭС. В администрации на совещании с участием главы города Елены Лапушкиной обсудили паводковую ситуацию в Самаре. В областной столице стартовали садово-дачные и автобусные перевозки. В этом году организовано 30 маршрутов, на один больше, чем в прошлом году. Сложно ли адаптировать Пушкина для кинематографа? В акции «Библионочь» приняли участие создатели фильма «Онегин». Стало известно, в какие даты школьники будут сдавать ЕГЭ. Новое расписание утвердили Рособранадзор и Минпросвещение. 23 мая 11-классники будут сдавать географию, литературу и химию. 28 мая – русский язык. 31 мая – математику, базовый или профильный уровень. 4 июня – общество знания, физику. 7-8 июня – иностранные языки, устную часть и информатику. 11 июня – биологию, историю иностранные языки, письменную часть. Пересдачи пройдут 4 и 5 июля. Напомню, что во время февральского оглашения послания Федеральному собранию президент Владимир Путин предложил дать выпускникам возможность пересдать ЕГЭ до конца приемной кампании в ВУЗы. Эта возможность учтена в новом расписании. За сутки в Самарской области освободились от воды 40 жилых домов, 144 приусадебных участка. В настоящее время на территории региона подтоплено 155 частных жилых домов, 958 приусадебных участков и 3 низководных моста. В пунктах временного размещения по-прежнему находится 7 человек, детей нет. Обстановка с паводком остается на контроле Главного управления МЧС России по Самарской области. Около 270 тысяч жителей города приняли участие в уборке городских парков и скверов с начала апреля. В эти выходные в Самаре прошел общегородской субботник. Убирались на набережные и в сквере Фадеева, на площади Куйбышева и на других общественных пространствах. Глава Самары Елена Лапушкина трудилась в парке молодежной и на аллее трудовой славы. Губернатор Дмитрий Азаров побывал в нескольких общественных местах и оценил размах работ. Тему продолжит Виктория Шаре. На уборку города в минувшую субботу вышли сотрудники муниципальных предприятий, органов исполнительной власти, представители бизнеса и учреждений, а также около 15 тысяч жителей. Общественные территории убирали 370 единиц техники и еще 180 единиц техники в ежедневном режиме работают на улицах города. Участие в субботнике, который проходил в парке молодежной и на аллее трудовой славы, приняли губернатор Дмитрий Азаров и глава Самары Елены Лапушкина. Парк молодежный несколько раз становился победителем рейтингового голосования за преображение территории в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды». Здесь появилась новая входная группа. Детские площадки реконструировали озеро с фонтаном. Поэтому жители с большим трепетом поддерживают тут чистоту. Уверен, что людям добавляют энтузиазма те усилия, которые мы предпринимаем по обустройству городов, сел Самарской области. Тысячи дворовых территорий, более полутора тысяч уже общественных пространств переведены в порядок в последние годы. Конечно, это стало возможно благодаря поддержке президента страны, запущенному федеральному проекту «Комфортная городская среда», которая работает в равной степени и в городах, и в селах. Но это не было бы возможно и без колоссальной общественной инициативы. Сегодня мы уже успели поработать в парке молодежном, посмотрели, как парк молодежный перезимовал, какие необходимые работы в качестве гарантии сделать. Ну и, конечно, поработали на самой территории. Сейчас я пришла к общественной палате Самарской области. Здесь много студентов, много высших учебных заведений. Сегодня на аллее трудовой славы работы, что тоже не может не радовать. Уверена, что город мы к мастерским праздникам и, конечно, почистим, приведем в порядок. 27 числа также объявлены субботником, поэтому приглашаю, кто еще не решился принять участие в благоустройстве, выходите 27-го, мы всех вас ждем. В парке молодежной убирали опавшую листву, отчищали от граффити детскую площадку, убирались и на аллее трудовой славы, а также красили там скамейки. Сегодня мы с работой вышли все убираться на субботник, и мы подышали, и городу пользу принесли, собрали мусор. Теперь у нас чистый парк. Это наш город, это родной наш дом, охота жить в чистом городе. Не мусори сам, но и за собой, за другими убирай, получается так. Работается весело, особенно, когда со своим коллективом, дружно все вместе. По словам городских властей, в этом году самарцы, как и всегда, продемонстрировали единство, хотя в первые дни месячника погода была неблагоприятной для уборки. Сотрудники предприятия и жители выходят на средники, субботники, убирают город в будни. К удивлению, несмотря на то, что погода совершенно неблагоприятствует нам, месячник проходит достаточно интенсивно и в том числе и по выходу людей на территорию города. На сегодняшний день в Самаре полностью приведены в порядок сквер Фадеева, парк молодежный, аллея трудовой славы, площадь Куйбышева, набережная. По предварительным подсчетам, с начала месячника по благоустройству на уборку города уже вышли около 270 тысяч человек. До конца апреля число участников может достигнуть 390 тысяч. Уборка города продолжается. На этой неделе городские службы благоустройства планируют начать высадку цветов. Виктория Шарой, Константин Головин, События. Жители Советского района Самары вместе с депутатами, волонтерами и активистами тоже вышли на субботник. В парке Победы собрали прошлогоднюю листву и мусор. С подробностями Елизавета Прокопенкова. В парке Победы собрали прошлогоднюю листву и мусор. На субботник вышли депутаты, активисты, волонтеры и жители Советского района. К ним присоединились и председатели общественного молодежного парламента. Алексей Сатонин считает, что субботник важная традиция, которая приучает людей к чистоте и порядку. Поэтому он вышел убираться вместе со своими коллегами. Мы это делаем не для кого-то, не для какой-то организации, не для чего-то, не для какого-то мероприятия. Мы это делаем сами для себя. Поэтому здесь такая солянка из участников. Она говорит о том, что люди готовы привести общественные пространства, на которых сами же гуляют, сами же находят, сами же проводят время. Вот и вся значимость заключается в понимании людей о том, что приятно находиться и жить там, где чисто. Перчатки, грабли и мусорные пакеты – все предоставили сотрудники парка. Все, что требовалось от участников субботника – желание привести в порядок места, где они любят отдыхать и проводить время. Совместными усилиями неравнодушные горожане собрали около четырехсот мешков мусора. Конечно, нужно каждому из нас уйти от какого-то потребительского сознания, что кто-то должен за меня сделать, и убраться, и почистить, и посадку произвести саженцев. Нужно помнить, что есть и общественная деятельность, есть общественные пространства. И я благодарю всех самарцев, кто неравнодушен, кто трудится, а таких большинство. Сегодня такой радостный день, что после такого сурового зимы, смотрите, какой уже зелень появляется, и что молодежь в парламент, все собрались, молодежь, убираем от души. Теперь убранный Парк Победы радует жителей города и готов к великому празднику 9 мая. Елизавета Прокопенкова, Николай Епифанов, События. В порядок привозили и территорию парка Воронежские озера. Два участка, общественные зоны, уже благоустроили. Третий этап работ будет выполнен в этом году. Поэтому жителям важно, чтобы парк оставался красивым и ухоженным. Подробности в нашем сюжете. Совместный труд сближает и объединяет. В этом уверены Кирилл Никитин и его товарищи. Дружной компанией они приехали в парк Воронежские озера, чтобы помочь привести его в порядок после зимы. Они собирали мусор, обломанные ветки и старую листву с газонов. Очень любят гулять в этом месте, поэтому с удовольствием откликнулись на призыв принять участие в субботнике. Мне очень нравится этот парк, поэтому я считаю необходимым, правильным принять непосредственное участие в сегодняшнем субботнике на данной территории, чтобы сделать это место чище и комфортнее для отдыха граждан. Около ста неравнодушных людей вышли в парк субботним утром. Их снабдили необходимым инструментом, мешками и перчатками. Все они хотят, чтобы парк как можно раньше пришел в себя после зимы и можно было вновь наслаждаться прогулками в нем. А насладиться есть чем. Два участка парка благоустроили в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». И в этом году нас ожидает третий этап благоустройства, который будет включать устройство дорожек, освещение и озеленение. Жители Самары знают и любят парк Воронежские озера и ежегодно они собираются здесь, чтобы сделать парк чище, естественно, также, чтобы мусор после зимы не попал в наши прекрасные озера. В парке могут провести четвертый этап благоустройства уже в 2025 году. Проект преображения территории рядом с озерами выставлен на рейтинговое голосование среди общественных территорий. Андрей Горгуленко, Григорий Плешаков, События. Итоги прошедшего субботника подвели на еженедельном рабочем совещании в городской администрации под руководством главы Самары Елены Лапушкиной. Говорили также о подготовке города к сбросу воды на Жигулевской ГЭС, а также об организации автобусных перевозок в дни ближайших религиозных праздников. Подробности в нашем сюжете. Более 64 тысяч человек вышли на уборку города в минувшую субботу. Этот показатель стал рекордным за весь месячник по благоустройству. В том числе и благодаря их усилиям с начала апреля удалось привести в порядок свыше 36 миллионов квадратных метров городских территорий, вывести более 30 тысяч кубометров мусора. Заканчивается работа по приведению в порядок общественных пространств. 124 самарских сквера полностью готовы к летнему обслуживанию. Об этом доложил руководитель Департамента городского хозяйства Александр Андреянов на еженедельном рабочем совещании в администрации города. По уборке УДС на текущую дату сданы под мойку 314 улиц, что составляет 40% из 797 улиц с твердым покрытием. Отремонтирована 241 секция, 32% дорожных ограждений. Покрашено 519 урн, покрашены стволы деревьев 770 штук из 1250, покрашено ограждение 6658 из 30 тысяч квадратных метров. В работе помойки задействована 41 поливомоечная машина. Во время обсуждения результатов работы в рамках месячника по благоустройству глава Самары Елена Лапушкина отметила, что нужно усилить работу с представителями торговых центров для единого оформления вывесок на фасадах зданий, чтобы они соответствовали дизайн-коду города. В главных городских районах всем без исключения встретиться с крупнейшими торговыми центрами, отработать по дизайн-коду фасады и контролировать исполнение. Важно, чтобы были ответственные, важно, чтобы были сроки. Еще одним важным вопросом стала подготовка профильных служб к сбросу воды через гидроузел Жигулевский ГЭС. В течение последних восьми лет уровень воды не превышал отметки в 32 метра 33 сантиметра по балтийской системе высот. Неблагоприятным показателем является превышение отметки в 33 метра. Пока период паводка в городе проходит в плановом режиме. Глава города поручила в круглосуточном режиме следить за уровнем воды и постоянно быть на связи с ответственными службами, чтобы оперативно предупреждать жителей, находящихся в возможных зонах подтопления. Мы к этой ситуации должны быть готовы. Люди должны быть готовы. У них должны быть документы, деньги. ПВР должны быть развернуты. Материальные запасы не просто сфотографированы, они должны быть в наличии, чтобы мы могли уже ими пользоваться моментально. Также на совещании обсудили организацию перевозок граждан в период религиозных праздников к кладбищам. Будут задействованы 8 маршрутов. Они будут работать 5 мая на Пасху, 9 мая в День Победы, 12 мая на Красную Горку, 14 мая на Радоницу и 22 июня в Троицкую Родительскую Субботу с 7 утра до 16 часов 30 минут. Стоимость проезда будет, как и в обычном муниципальном транспорте, с учетом действующих льгот. При этом садово-дачные перевозки в эти дни осуществляться не будут, а вот на других городских маршрутах изменений в расписании не будет. Андрей Горгуленко, Николай Епифанов, События. В Самаре стартовали садово-дачные автобусные перевозки. В этом году организовано 30 маршрутов на один больше, чем в прошлом сезоне. Задействуют 54 автобуса. В какие дни будут осуществляться рейсы и по какому графику, расскажет Елизавета Прокопенкова. Садоводы, огородники и любители загородного отдыха в выходные с самого утра собираются на остановках. Стартовал дачный сезон, а вместе с ним садово-дачные автобусные перевозки. Трассы, следования общественного транспорта, остановки были заранее подготовлены и проверены, как и подвижной состав. Заблаговременно мы провели техническую проверку подвижного состава, подготовили личный состав, провели дополнительные инструктажи, чтобы каждый знал остановочные пункты, проинструктировали. Ну и, естественно, провели полностью чистку салона внутри и снаружи. Промыли все после зимы, подготовили транспорт к лету. Перевозчик также сообщает, что холдинг отправил в Самару дополнительных сотрудников. Порядка 20 командированных водителей помогут усилить работу на городских и садово-дачных перевозках. В текущем году организовано 30 маршрутов. Это на один больше, чем в 2023-м. По многочисленным просьбам жителей добавлено одно направление. Прямой рейс номер 157А от автостанции Аврора до Черновских дач. Раньше дачникам приходилось ехать через весь город на площадь Кирова, чтобы сесть на другой маршрут. Мы очень рады, что мы так долго ждали, это нам очень удобно с Кировской И вы видите, сколько народов, а будет еще больше, не все знают. Это просто еще не все знают. Через весь город ехать на Кировскую площадь это очень тяжело. Спасибо большое. Для организации прямого рейса к Черновским дачам задействовали два автобуса. Таким образом, на всех садово-дачных маршрутах работают 54 машины. Стоимость проезда к садово-дачным массивам не меняется с 2020 года. При поддержке Министерства транспорта и автомобильных дорог, которые доводят финансирование на дачной перевозке, получается сдерживать эту стоимость. Для проезда, как и ранее, можно использовать наличный расчет, безналичные платежи. Предусмотрена специальная садово-дачная транспортная карта, по которой поездки фактически вдвое выгоднее. Также действуют льготы по картам школьника. Уехать на дачу можно с девяти остановок. На улице Георгия Димитрова, у Металлурга, в поселке Управленческий, у Дома Печати, на Кировской и Хлебной площадях, автостанции Аврора, у пригородного автобокзала и на проспекте Ленина. Профильный городской департамент отслеживает отклонения от расписания движения. В случае невыполненной транспортной работы по неуважительной причине предусмотрены штрафы. В этом месяце автобусы будут ходить по субботам и воскресеньям. При этом 27 апреля садово-дачные маршруты не будут работать. А 28, 29 и 30 апреля горожане смогут воспользоваться услугами перевозок. Начиная с мая автобусы будут ходить четыре раза в неделю. В среду, пятницу, субботу и воскресенье. В дни религиозных праздников, когда будут совершаться перевозки на кладбище, дачные маршруты работать не будут. Елизавета Прокопенкова, Николай Епифанов, События. Новая муниципальная ярмарка открылась в Самаре на пересечении революционной и Карла Маркса. Она будет работать круглый год. На ней предусмотрен стенд с товарами по социальным ценам. Новую торговую точку оценила глава Самары Елена Лапушкина. Подробности далее. Товары самарских производителей по доступным ценам рядом с домом. Новая муниципальная ярмарка открылась в Самаре на пересечении революционной и Карла Маркса. Она будет работать круглый год. Этот район активно застраивается и потребность в такой торговой площадке возникла давно. На ярмарке можно приобрести любые продукты от мяса до фруктов. Крытые торговые ряды, удобная парковка. На открытии новой торговой площадки побывала глава Самары Елена Лапушкина. Ежедневно здесь будут продавать товары по социальным ценам. Преимущество продукции самарских сельхозпроизводителей. Это очень долгожданное событие для нашего района, для этого микрорайона. Здесь очень много жилых домов, новых домов. Мы не единожды получали обращения от граждан. Выступали жители наши с инициативой, что подобные объекты появились в ярмарке. И поэтому это сегодня для нас праздник. Удобное, комфортное. Тут и места для парковки есть, и дальнейшее развитие ярмарки есть. А самое главное доступные цены. Ярмарка на пересечении Революционной и Карла Маркса рассчитана на 50 торговых мест. Оператор МП ярмарки Самары. Жителей цены на товары на новой торговой площадке порадовали. Мясо купили. Очень хорошие цены. Ну, очень хорошо все сделали. Будет замечательно, если проработает этот торговый ряд. Да, впечатления положительные. Такие мероприятия на самом деле действительно нужно проводить гораздо чаще. Только положительные эмоции вызывают. Нам очень все нравится. Такие ярмарки нужны. Я считаю, очень удобно, когда в одном месте находится все и сразу. Сейчас в Самаре работают 23 ярмарки. Часть из них сезонные, остальные круглогодичные. В ближайшее время в городе появятся еще три муниципальных ярмарки по адресу улица Мира 6 в мае и две в начале лета на пересечении Ташкентской и Старозагора, а также на перекрестке Московского шоссе и Нововокзальной. Там уже сделано благоустройство. Скоро начнут устанавливать торговые павильоны. Формат ярмарок подтвердил свою значимость и нужность как для жителей города, так и для гостей Самары. Если 4 года назад у нас было 6 круглогодичных ярмарок, то в этом году их насчитывается уже больше 20. Людям очень удобно в одном месте покупать абсолютно всю продукцию, всю маникулатуру, продовольственную продукцию. Кроме того, продукция вся на наших ярмарках муниципальных проверяется, находится на постоянной основе ветеринарный врач и каждое утро все предприниматели, вся организация проверяют ту продукцию, которая реализуется на ярмарочном пространстве. Сейчас заезд на парковку ярмарки расположен со стороны Революционной. В планах сделать еще один со стороны Московского шоссе с парковкой, детской площадкой и зоной отдыха. Виктория Шарая, Константин Головин, События. Они добровольно сдают свою кровь, чтобы спасти жизни других людей. В минувшую субботу в России отметили Национальный день донора. К этой акции присоединились и депутаты регионального парламента. Заместитель председателя Александр Милеев посетил станцию переливания крови. Подробности расскажет Ксения Баканова. Сначала сдача анализов, затем процедура. Для депутата Александра Милеева это уже не первая сдача крови. Донором стал в период пандемии коронавируса. На фоне вакцинации запасы крови начали снижаться. Образовался дефицит. Поэтому и решил помочь. Достаточно необходимых кто может прийти и частичку своей крови отдать тем людям, которые поможут в этой жизни. По словам депутата, очень важно проводить популяризаторскую работу. И в первую очередь с молодежью, чтобы донорство становилось хорошей устойчивой традицией для самарцев. Сама сдача крови это такая достаточно серьезная нагрузка на организм. Ну, как бы ее можно приравнять к бегу на 10 километров. Если человек донор сдает постоянно 4 раза в год, то это такое тренировочное воздействие на организм, что повышает уровень здоровья. Специалисты отмечают, донором может стать любой здоровый человек старше 18 лет и весом более 50 килограммов. Ксения Баканова, Григорий Плешаков, События. День, когда можно засидеться с книжкой допоздна и из читального зала не выгонят. Самарские библиотеки присоединились к традиционной акции Библионочь. В этом году Всероссийский литературный праздник прошел уже в 13-й раз. Тема акции в 2024-м «Читаем всей семьей». В Самарской публичной библиотеке главным героем вечера стал Александр Сергеевич Пушкин. Что ждало гостей вечера, расскажем в нашем сюжете. Изменить язык Пушкина под кинофильм так, чтобы проза и стиль Александра Сергеевича узнавались, а вот стиль сценариста был малоуловим. Такая задача стояла перед Алексеем Гравицким, который адаптировал роман Евгений Онегин для фильма, вышедшего на экраны в этом году. Об этом сам сценарист рассказал гостям Библионочи в Самарской публичной библиотеке. Он поведал, что формат текста менялся от стихотворной формы до прозы, но задача оставалась одна – сделать произведение XIX века актуальным для современного зрителя. Задача была в том, чтобы было полное ощущение, что это пушкинский текст. Меня там должно было быть минимум. Вот, собственно, я на это и работал. Насколько получилось судить зрителя. Обсуждали с гостями и съемочный процесс. Актриса Татьяна Сабинова, исполнившая роль Ольги Лариной, рассказала, как проходил процесс перевоплощения в героиню. Ведь менять нужно было практически все – от внешнего образа, платьев и прически, до жестов и даже образа мышления, чтобы перевоплотиться в девушку из XIX века. Они совершенно по-другому думают, они совершенно по-другому себя ведут, они по-другому общаются. И вот, как мне сегодняшней, современной, как уже сказали, быть Ольгой. Как она говорит, как она смотрит, о чем она думает, какие платья она носит, как она ходит. Это же совершенно другой человек. Это же не Таня, это не я. И это было самое сложное и самое интересное, конечно же. Пушкин, главный персоной вечера, выбран не случайно. В библиотеке уже год действует региональный центр Всероссийского музея имени Александра Сергеевича. Если тема Всероссийской акции «Читаем всей семьей», то мы читаем всей семьей Пушкина. И поэтому вот такая громкая премьера фильма «Онегин», который, я думаю, многие посмотрели, и мы решили собраться и обсудить, обсудить фильм, обсудить, конечно же, и само произведение Александра Сергеевича, как все удалось, как снимали, что в результате получилось, и опять-таки вернуться к нашей бессмертной классике. Также в этот день в библиотеке прошли мастер-классы в технике коллаж, экскурсии, литературно-музыкальная программа совместно с Пушкинским обществом, а также ночной квест при свете фонариков под названием «АЭС». Андрей Горгуленко, Валерий Майоров. События. Далее вас ждет обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. Администрация Самары в телеграм-канале «Вести» с Дворянской информирует, что в Самарской области стартовал опрос представителей бизнеса, посвященный выработке мер поддержки перспективных отечественных компаний. Его проводит агентство стратегических инициатив. По результатам будут приняты решения, которые позволят компанией, вышедшим за формальные рамки малого и среднего предпринимательства, эффективно увеличивать бизнес, решать задачи по росту капитализации, инвестиций в прорывные технологические инновации и сглаживать рост налоговой нагрузки. Принять участие в опросе можно на сайте, указанном на экране. Администрация железнодорожного района сообщает, что борьба с теневой экономикой становится жизненно необходимой. Наиболее распространенное ее проявление неформальная занятость, то есть работа без официального оформления трудовых отношений. Получая более высокую зарплату в конверте, люди забывают, что теряют гораздо больше. Трудовое право, в отличие от гражданского, имеет социальную направленность на защиту лиц наемного труда. Когда же работодатели заключают с работником гражданско-правовой договор, договор подряда возмездного оказания услуг и так далее, на таких работников не распространяется трудовое законодательство, соответственно, не распространяются гарантии и компенсации. Администрация Куйбышевского района информирует, что до 15 октября в нашей области установлен особый противопожарный режим. Все, что нужно знать о правилах пожарной безопасности в лесу, а также об ответственности за их нарушения в условиях особого режима, смотрите в карточках, размещенных в Телеграм-канале. Там находится информация об ограничении посещения лесов, об уголовной ответственности за нарушение запрета и штрафах. На этом наш выпуск подошел к концу. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самары ГИС в нашем Телеграм-канале, на страничках, в Одноклассниках и ВКонтакте. Выпуски новостей смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Будьте здоровы, всего вам самого доброго и до встречи! Субтитры создавал DimaTorzok